В честь 75-летия победы в Сталинградской битве по всей России в парках, на вокзалах и даже в общественном транспорте звучит случайный вальс. Музыкальный флешмоб организован Общероссийским народным фронтом. Его активисты вместе с профессиональными танцорами исполняют вальс и предлагают присоединиться всем желающим. В Волгограде-Сталинграде акция прошла на нижней террасе набережной. Там сейчас работает наша коллега Виктория Конышева. Ей слово. Сегодня практически во всех регионах страны, на улицах, в парках, в скверах звучит вальс. Всероссийская акция, память в танце, случайный вальс, организованная молодежкой ОНФ, собирает тысячи участников. И сегодня здесь, в Волгограде, на центральную набережную, на танцевальный патриотический флешмоб вышли сотни волгоградцев. Это праздник, что мы с нами на глотах. Это неощутимое такое чувство, что трудно передать. Мне кажется, каждый в Волгограде очень рад этому празднику. И все приехали сюда поддержать нас. Наш большой город. Это такая честь, праздник перенестись в те годы, прочувствовать музыку тех лет, прочувствовать атмосферу праздника, которую люди испытывали, когда победили в Сталинградской битве, вышли на улицу и танцевали везде, где звучала музыка. Это частичка позитива тех времен, когда действительно было у людей очень тяжело, но они танцевали, испытывали радость. И мы хотим сейчас эти эмоции нечаянно передать всем, кто будет принимать участие, всем горожанам и гостям города. И самое главное, чтобы память была в каждом вздохе, в каждом движении, в каждом танце. Чтобы все нынешние поколения, последующие, всегда знали, насколько дорога эта победа, дорога эта земля. И как важно чтите память наших героев в подвиг великого советского солдата, советского народа. Песня была написана композитором Максимом Фраткиным на стихи Евгения Толматовского в 1943 году, после окончания Сталинградской битвы. И стала настоящим фронтовым хитом. В основу легла реальная история летчика Василия Васильева, рассказанная композитору. И вот, спустя 75 лет, случайный вальс вновь звучит, как символ великой победы и вечной памяти о погибших. Виктория Конышева, Александр Пищалко, Вести, Волгоград.